Санкции действуют, новые санкции вводятся. Деньги у Российской Федерации, которые она могла бы использовать для войны против Украины, постепенно заканчиваются, но все еще есть. Чего не скажешь, понятное дело, о заявлениях пропагандистов. У них, как будто, судя по их заявлениям, денег немерено. Эти деньги уже начинают предлагать использовать для того, чтобы выкупить у Украины временно оккупированные территории. Заявление Симонян. Вашу оценку хотелось бы услышать. Ну, потому что с психологической точки зрения, судя по всему, пришли к третьему этапу, после которого будет уже принятие. Принятие поражения Российской Федерации. Пять стадий. Просто не все знают, знаете. Смотрите, какая штука. Она же ведь не просто сказала о выкупе. Она сказала, вот наши денежки, которые там лежат, вот те же резервы ЦБ и так далее, вот вы их забирайте, а мы забираем те территории, ну, как минимум, которые уже захватили. Но она выразилась по-другому. Там имелось в виду вот какие-то территории, она предполагала, которые еще намечаются захватить. Ну, а зачем это, чего-то выкупать? Ну, во-первых, рационально подойдем. Эти деньги уже не ваши. Уж точно еще пройдет время, пока их акцептуют для того, чтобы передать Украине. Да, это время говорят, но вернуть вы их уже точно не сможете. Деньги-то заморожены все. И даже те 300-350 миллиардов долларов, которые резервы ЦБ вложены в американские ценные бумаги, они все равно заморожены. Ничего ты, никакая Симоньян, ни ее мудак муж, ничего вы больше на эти деньги не выкупите. Поэтому можете, так сказать, стонать, кричать, плакать, выражать версии, что как бы хорошо было бы, этого ничего не будет. Это во-первых. Во-вторых, ну, видите как, ну, торгашка с рынка она. Ну, вот она торгашка, вот видите, все, купи-продай. То есть, она считает, что она сама торгашка, черчхелы, понимаете, и вдруг все такие же в Украине готовы продать территории, а не поливать их кровью. Как это делают вооруженные силы Украины и украинские граждане. Поэтому не ждите, это, так сказать, пропагандист, это же такое же животное, как и вот эти чиновники. Вот эти сказки про их какой-то проницательный, что ум там какой-то есть, что они люди не глупые. Это все для дураков рассчитано, понимаете? Это не так. Это люди по преимуществу очень глупые и ограниченные. Как символично, Марк Захарович, согласитесь, ну, вот просто даже пройдемся по этим этапам принятия или не принятия чего-то. Сначала идет отрицание. Было отрицание? Ну, там, нас там нет, мы никого не убиваем, ничего не разрушаем. После этого пришлось признать, что все-таки было дело. Дальше гнев. Гнев, угрозы, которые сыпались в адрес Украины, в адрес стран Запада. Теперь уже этап торга, то есть торгуется относительно того, за какие, какая цена временно захваченных территорий. А дальше будет уже принятие, так получается. Ну, депрессия там еще. Смотрите, какой вопрос. Да, вы знаете, я вам сказал такую вещь. У них все пять стадий одновременно происходят. Вот такая аберрация в сознании, такое, знаете. Они, ну, это, конечно, началось после фактического поражения в Украине, потому что, как минимум, это не успех. Когда ты уже год и один месяц воюешь, это явно не то, на что они рассчитывали, Киев за три дня. Ну, логично, да? Когда они говорят, да мы не проиграли. А что же вы не проиграли? Вы не выиграли. В этом как раз самая большая ваша печаль. Потому что вы не смогли сделать то, на что вознамеривались. И на вот эту войну долгую, когда вот они говорят, мы на истощение. Куда на истощение? Вы на нее не закладывались. У вас нет ничего. Нет ни второй армии мира, ни ВПК нет, ни союзников нет. Поэтому на самом деле они проиграли уже хотя бы в этом. То, что они там по ходу, как они заявляют, могут перестроиться, наладить гособоронзаказ, значит, еще мобилизовать море людей, контрактников этих 400 тысяч набрать и так далее. Там устроить вторую волну мобилизации. Это все с колес. Понимаете? Это все было бы и работало бы, если бы им бы не было противопоставлен пул союзников Украины, которые ей помогают. И она сражается в том числе и благодаря их помощи и поддержке. Понимаете? Вот если бы Украина была одна, может быть, это как-то еще и работало. Может быть. Но они-то воюют со всем миром. Понимаете? А кто их союзники? Лукашенко? Ну, этот дебил-то, что с него взять? Понимаете? Ему и, так сказать, спрос маленький. Нет больше никого. Понимаете? Мы даже Китай не воспринимаем как полноценного союзника Москвы. В войне он точно ему не союзник. Он в другом союзник. В раздюрбанивании территории России, как минимум за Уралом, в интересах своих, а не российских. И поэтому, извините, это точно выглядит как поражение, а не как непобеда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!